Сегодня в Жемчужине Сибири продолжается чемпионат России по биатлону. Второй соревновательный день. Одиночная смешанная эстафета стартовала в 11 часов утра. На месте работает моя коллега Мария Минухова. Она на связи. Маш, привет. Что сейчас происходит? Пробежали ли уже спортсмены дистанцию? Ксюша, привет. В Жемчужине Сибири завершилась одиночная смешанная эстафета. И чемпионами страны в этом виде программы стал питерский дуэт Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт, которая совсем недавно вернулась в большой спорт после декретного отпуска. Екатерина пробежала свою первую гонку вчера. И в женском спринте она стала 34-й, а уже сегодня поднялась на первую ступень федестала почета. Причем Максим Цветков сказал, что эту гонку он бежал исключительно ради Екатерины Юрловой. Вторыми в этом виде программы стал дуэт из Тюменской области. Это Виктория Сливкоя, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев. Причем к последней стрельбе Гараничев вместе с Цветковым подходили вместе. Но, к сожалению, Евгений допустил несколько промахов и отправился бежать в штрафные круги. И Максим Цветков оказался чуть быстрее третьим в этом виде программы стал дуэт из Свердловской области. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Вообще сейчас всех интересует только один вопрос. Где же брать мотивацию нашим спортсменам для продолжения своей профессиональной карьеры? Ведь, как мы знаем, российский спорт оказался не в самой простой ситуации сейчас. И мы отстранены от выступлений на многих международных соревнованиях. Давайте посмотрим, послушаем, что нам сказал об этом старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский. Настоящий спортсмен не должен искать мотивацию. Она должна быть в нем изначально заложена. Поэтому я не вижу здесь проблем. Другой вопрос. Как организовать систему соревнований, чтобы она была интересна зрителям, чтобы она развивала наш спорт? Вот это вот мы сейчас об этом думаем. Сейчас СБР думает, тренерский совет думает. Мы постараемся сделать так, чтобы действительно была интересная система соревнований. Внутри страны вместе с белорусами международные соревнования будут. Возможно, что может быть кто-то еще из дружеских стран присоединится. На всероссийские соревнования в любом случае будут пользоваться огромным спросом у болельщиков. Биатлон в нашей стране любить после этого точно меньше не будут. Особенно хочется отметить атмосферу, которая сейчас царит на жемчужине Сибири. Несмотря на то, что гонка проходит в будний день и в утреннее время, на трибунах очень много болельщиков. Причем зрители эти приехали из самых разных уголков нашей страны. Это и Омск, Сургут, и Алтайский край. Есть флаги даже Калининградской области. Я хочу еще сказать о том, что на сегодня биатлонный праздник не заканчивается. Заканчивается в 13.30. У нас начнется классическая смешанная эстафета. А за ходом этой гонки вы обязательно сможете следить на телеканале «Тюменское время» в прямом эфире. Гонки для вас прокомментирует Дмитрий Рыбьяков. Ксюша. Маш, спасибо. Зрелищных гонок пожелаем болельщикам и удачи спортсменам.